МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Коронавирус. 2020 год. Умы людей всего мира захвачены им. Но на Дальнем Востоке России этим вирусом уже болеют давненько, с 90-х годов. И название этому вирусу – Тойота Корона. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Ребята, художники немножечко ошиблись с 58-м годом, потому что Тойота Корона выпускается с 1957 года, когда еще Тойота была Тойопетом. У Короны было 10 поколений. Вы представляете? Сейчас я вам скажу, какие кузова у нее были. Это вообще потрясающе. Смотрите. Купе, седан, лифтбэк, хэтчбэк, купе, пикап. Мало? Эта машина была в любом виде. Вот только кроссовера не было. Такая массивная, вот прям взбитая бочка. Тойота Корона бочка. Ее просто называли в народе. Среди дальневосточников эта машина очень известна. И это была прослойка между. Внизу. Спринтер, Сани, Королла. Сотая, сто десятая. Выше были кресты, марки, крауны. И между ними была Корона. Машина очень популярная. Я сомневаюсь, что вы про нее не слышали. Я из города Советская Гавань. Это маленький 35-тысячный городочек на краю Хабаровского края. На берегу Татарского пролива. Через пролив остров Сахалин. У нас эта машина была очень популярна. Да, как и в вашем городе, если вы с Дальнего Востока, с какого-нибудь небольшого. Они до сих пор там ездят. И, кстати говоря, их очень много. На самом деле, во Владивостоке и в Хабаровске, ну это такие, да, города-миллионники дальневосточные, их уже не особо много. То есть люди либо ездят на старых краунах, старые марки, особенно, знаете, лак блестит, прям занимаются машинами, вылизывают их. Коронок маловато. В такси, Prius, Aqua и прочие, то есть уже какие-то современные машины, кредиты, да, стали развиваться. А раньше кредитов не было. У тебя немножко денег там. И вот такие короны можно было купить там баксов за 500, за там 700, 800, в зависимости от года. Вот, в общем, были времена, когда просто на базар ты приходил или у нас была улица частных домов, и все выставляли моряки, привозили машины, оставляли женам на продажу, сами уходили в рейс. Ты прям сам садишься на корабль, едешь в Японию, привозишь вот такие машинки. Привез три штучки, купил за 500, продал за 1000 долларов. Вот, бизнес вообще просто простейший. Но, блин, весь Дальний Восток на берегу жил этим. Вот, и Владивосток, Ванино, Советская Гавань, там и прочие морские города. Вот, в общем, когда я вижу корону, я сразу вспоминаю детство. Это была моя мечта. Ребята, дизайн. Это у нас 94-й год, это 10-е поколение, еще не рестайлинг. Рестайлинг был в 95-м году. Вы представляете, вот в 94-м году делать такую обтекаемую форму? Потому что европейцы еще делали угловатые машины. И вообще, в принципе, сделать вот такие вот круглые формы, вот это плавно все переходящее, это на заводе было очень сложно. И поэтому эта машина такая кругленькая. Появила марки 90-ки, да, вообще 90-е кузова Чезеров, там, они уже такие закругленные. Мыло, мыло, да, как называли. Поэтому люди вообще в свое время, они, нифига себе, вот это современный дизайн, вот это круто. То есть, с углов перейти вот на вот это вот все обтекаемое. Из-за этого она будоражила умы дальневосточников, вообще мужиков. Для 94-го года дизайн очень было кто... Даже, я скажу так, дизайн, наверное, чуть-чуть опередил время. Машина очень красивая. Она по габаритам. Ну, то есть, она чуть-чуть больше короллы. Ну, в принципе, они похожи даже. Наша так не звучит. Ребята, если вы владели такой машиной, либо у вашего друга была такая, напишите истории вообще, как вы относились к ней. Вам нравился дизайн девчонкам, нравился дизайн короны. Вот, в свое время, ну, когда мне было 15-16 лет, я мечтал об этой тачке есть. И я ее считал очень стильной. Я не знаю, мне не особо были интересны там марки, крауны. Реально, бочка, это просто, ну, классика желания пацана. Вот когда он приближается к получению прав, он хотел бочку. Ну, в моем кругу было так. Для своего времени, для 90-х годов, для 2000-х годов и даже в каких-то городах до сих пор считают это просто эталоном всего. И стиля в первую очередь. Ребята, обратите внимание, у нас машина, ну, так как она неформатная у нас, не в общей концепции канал, у нас есть номера, так необычно. Благо, она не едет слишком быстро, а то все бы штрафы прилетели. Так, давайте посмотрим самое сердце этой машины. Так, ну что, узнаете? Узнаете? СТ-190, мотор 4С. Ну, давайте пойдем по порядку. Смотрите, в 10-м поколении какие у нас моторы были. На самом деле техничка вообще очень была разнообразная. Блин, вот что они творили с этой машиной всегда, во всех поколениях. Вот что они только не делали. Разные кузова, разная техничка. Итак, базовый мотор 4А на 115 сил, 1.6. Вот, и механика, и автомат были, 4-ступы и автоматы. Вот, а потом это 4С, мотор на 125 сил, также механика-автомат, автомат 4-ступы еще тогда был в те времена. Мотор 4С можно назвать легендарным, потому что Toyota его поставила в разные сегменты. Caldino, Corona, Vista, Corona ED, Exif. Этот мотор даже ставился в Mach 2, в Chaser, в Cres. Но, конечно, для таких, как бы уже побольше седанов, уже более высокого класса, этот мотор был маловат, 125 сил. Но сам факт, в общем, Toyota его ставила. Ну, в принципе, а сейчас праздники 2.7, знаете ли, да? И все говорят, мало-мало-мало. Ну вот, та же самая история. Былая в те годы. Да, необычно, да? Они ставили дизеля в эти машины. Мотор 2С на 73 силы, вот. И на самом деле эти машины можно увидеть с таким хорошим, таким черным, прям вот закопченным вот дымком. Прям едешь сзади, как будто за автобусом едешь. Вот, да, и их брали в Россию, вот. В общем, и считался дизель экономичный, практичный, тяговой, не умирающий, вот. И как-то, знаете, даже заводились в наши дальневосточные зимы, вот. Поэтому никто не боялся дизеля, и даже кто-то искал прям в приоритете, хотел себе дизеля. Моторы 2С. Ну и следующая, более старшая модель над всеми этими техническими связками, это 3С на 135 лошадей. Также механика, также автомат, полноприводные версии у всех были в связках технических. Вот, мотор 3С, который потом перекочевал еще, еще был с нами долго, ушел даже в 2000-е годы. Немножечко там еще побыл, вот. И потом пришли более свежие моторы. Ребят, в общем, самая главная ассоциация с короной в плане технической части, это то, что это была дико надежная машина. Она не ломалась абсолютно, она простая. Очень. Как 5 рублей одной монеты. Вот, и когда ты покупаешь хоть дизель, хоть бензин, ты знаешь то, что ты всегда найдешь запчасти. То, что ты заведешься всегда. Вот, и то, что ты можешь реально. Ключ на 10, отвертка, немножко ума, прямые руки, и все. Ты даже на дороге там что-то оперативно починил, поехал. Вот, в общем, вот умели делать. Ребята, а салончик. Ой, старая школа. На самом деле по шумке вообще не уступает каким-то современным автомобилям, даже где-то превосходит. Потому что вот все добротно. Все материалы. Ну что, в общем, тойотовская классика в свое время это было, я назову это прорывом. Потому что из угловатых панелей, да, как кузова были, все равно какие-то вообще кнопочки печки, приборка, руль. Вот, ну, все было вот прям вот старо. И вот в это время как раз-таки вот начинался вот этот стиль. То есть уже станки производства позволяло делать уже вот такие вот панели, ну, не угловатые. Вот, ну и тойота начала этим пользоваться и захватила сердца и умы людей. В общем, что, имеем салон в полосочку. Мягкие сидения. Мне нравится ворс. Вот, еще бы обновить бы сраспила вообще весь салон. Ой, прям классика была бы. Печка на кнопочках вот такие, у которых даже вот удовольствие вот от перещелкивания вот этого. Ну, магнитофон у нас уже такой более-менее современный. У нас, посмотрите, мне нравится одометр. Старый стиль, еще не электронный. Вообще классно. 250 на спидометре вообще-то. И знаете, я сейчас не буду проверить, но я думаю, когда она в порядке была, она могла выдать этот результат. С горы, с горы. Вот, у нас подъедает масло. Мы можем трогаться только со второй, а потом только втыкать дэшку. У нас мигает овердрайв. Вы помните такую кнопочку овердрайв? То есть, это, по-моему, принудительно не переключаться на третью или четвертую скорость. Что-то такое было. Вот. В общем, зачем это делалось, я до сих пор не понимаю. Вот. Вот эти пищалочки вот здесь. Вот не просто, а вот кнопочки где-ли. Вау. Интересно. И, знаете, ну, то, что привык, да, вот я вот с крауна сюда сел только что. И, ну, нормально. Мы вот все утро ездили, ну, я не чувствую, что, блин, ну, тут как вообще, как можно ездить на таком? Нормальная машина, на самом деле. Подлокотничек есть, все. Там селектор вот этот вот, старенький руль. Все, ну, нормально машина, не отторгает ничего. Ой, сколько сзади места. Да нормально, кстати, место на самом деле. Прям, ну, даже побольше, чем в Аксио современных. Вот, вот эти колоночки, посмотрите, как круто. Заднее стекло с подогревом, козыречек пластиковый. Ой, класс, нету только подлокотника. Вот, в общем, нормально сзади сидеть. Конечно, в краунцах покомфортнее было, но задний ряд в такси, эта машина, это просто номер один. И Карина еще. Гидрач работает, уже радует. Так, потом включаем дэшечку. Ну и все, как бы нормально автомобиль. Вот, реально, ну, прям нормально, нормально. Обычная машина, четыре колеса, приятная сидушка с хорошей отделкой, реально с хорошей отделкой. Здесь, я назову тряпку, более приятнее, чем она в 220-м крауне, который мы вам показывали из Японии. Вот, серьезно. Очень приятный ворс, мягкое сидение. Тоже там есть регулировки, настройки. Панель у нас в полиролике блестит. Ой, прям как будто она такая кожаная вся. Вот, в общем, олдскульный спидометр. Вообще класс. Почему-то у нее настройка, что у нее всегда на холостых 1100 оборотов. Вот, сзади я вижу у нас дымок такой синеватый. Ну, маслица подъедает. А, забыл сказать, можно привезти раритета старше 30 лет с ПТС-кой. Все, встанет на учет, полная пошина. Есть экземпляры до сотни пробег. Вот, в общем, можно привезти под полную пошину. Ну, и к кому будет все внимание? К вашему соседу на 200-м крузаке 16-го года? Да, тут же вот здесь вот они. А корона рогатая. Лак блестит японской заводской. Солончат вот эти рожки. Все внимание ваше. Но девчата молодые не поймут вообще, что это такое. А вот какая-нибудь девочка лет 35. Ай, ее прям вот. Ваша корона просто, не знаю, расположит в себе. Она оденет платьице в горошек, каблучки. И сядет на вашу сидушку сплошную и на дискотеку. Сейчас коронавирус пройдет и на дискотеку поедет. Расскажите истории любовные, связанные с этим машином. Возможно, кто-то на вас обратил внимание, когда вы подъехали на какой-нибудь вот такой машине. Там корона, марк, креста. И сейчас она ваша жута. Друзья, эти автомобили сейчас стоят, ну, в таком нормальном состоянии, до 200 тысяч рублей. То есть за 180, за 200 это прям вот такое состояние. Возможно, там полностью все стоит с распилов. Вообще, базовый ценник на них 150 где-то. Стоит ли она своих денег? Я думаю, да, стоит. На самом деле, мотор 1.8, либо 3С, 2 литра. Дизель я бы не брал бы 2С. И с Японии ничего не привезешь до 200 тысяч рублей. Самый базовый ценник за кейкары начинается где-то 220-230 тысяч рублей. Вот. И корона туда не попадает, к сожалению. Смотрите, кто сейчас покупает эти автомобили? Их покупают люди в больших городах, их не покупают. Потому что сейчас развито кредитование. Вот. И люди покупают какие-то машины, там, начиная от 300 тысяч рублей, какие-то посвежее. Вот тенденция идет взять посвежее. Вот. Поэтому в большом городе, Владивосток, да, большой дальневосточный, крупный город, здесь купят K-Car в кредит. Здесь купят Prius 20, там, за 400, за 380 тысяч рублей. Поэтому эти короны, они не популярны. И даже ребята, которые хотят работать в такси, я даже не знаю, как бы тебя, какие-то большие ребята, которым принадлежат компании сейчас таксомоторные, по-моему, нельзя попасть на такой машине вообще в такси. Вот. И ко мне, ну, не приезжали даже в бюджетном классе эти короны. Вот. В общем, их век заканчивается. И я по городу встречаю на старых коринках, на старых марках, краунах, коронах, я встречаю дедушек. Едут потихонечку. И у них, как правило, даже хорошее состояние вообще этих автомобилей, потому что, возможно, на ней ездит уже там не один десяток лет, в общем, следит за ней, ездит редко. Вот. Поэтому там не такие экземпляры, это битая вообще в круг, крашеная вообще, на ней живого места нет. Вот. У стариков прям хорошее состояние. Вот. Друзья, я бы, знаете, что бы сделал? Если ваш батек ездит на такой машине, либо на какой-то другой, Королла там, Карина, Корона, и состояние уже так себе, мотор ест, масло, и вы знаете, он смотрит на вот эти аквы, которые вы ему показываете, он такой, ну и что, какой гибрид еще? Какой гибрид? Вот. У меня есть для вас предложение. Мы полтора года назад привезли распилом такую корону для деда и отправили, по-моему, в Благовещенск. Она стоила 180 тысяч рублей. Вы представляете, отдать за распил больше денег, чем такая стоит с документами. Дед красавчик. Он говорит, ребят, я на этой машине уже езжу сколько лет, и я хочу на ней еще дальше ездить, чтобы меня в сырую прям в этой короне закопали. Извините за такие слова, но это его слова, это цитата этого человека, вот, дядь с короной. Вот. Дед красавчик. Просто все запчасти засунет в свою корону, и она у него станет новой. Салончик, вот этот ворс. Пробег 45 тысяч был. Представляете? Представляете, корону с 45 тысячами пробега. Да еще внуки будут ездить, подумал он. И сказал, давайте поставим 180 тысяч рублей мне. Вот. В общем, что? Либо вы берете кейкар, либо вы обновляете для своего бати его корону, либо вы покупаете аку. Тут три решения. Вот. То есть эти машины, на самом деле, уходят больше в какие-то загороды, там, какие-то деревня. Вот. В больших городах, к сожалению, они умирают. Ребят, получился обзор, знаете, такой, состоящий из моих воспоминаний, эмоций того времени, 2000-е годы. У нас аудитория достаточно возрастная, и я уверен, что есть люди, которых жизнь связала с этим автомобилем. Будет интересно послушать их истории, истории владения. Может быть, родители владели такой машиной. Вот. Будет интересно, напишите внизу обязательно комментарии. Я не владел этой машиной. Мы ничего не знаем особо про техническую базу, про поломки ее. Мы только знаем, как бы, мнение. Корона – это надежный боевой танк. Особенно, если она водовая. Вот. Друзья, в общем, жду вас внизу. Если такой формат интересен, у нас еще есть возможность взять старые машины и попросить у ребят. Они нам дадут в очень хорошем состоянии какие-нибудь крауны, марки, черностой. Вот. В общем, блин, очень много годных автомобилей. Если зайдет ретро, ну что, будем снимать. Ребят, жду вас внизу. Подписывайтесь на канал. Поставьте лайк. Пока. Компания «Сфера Кар» – ваш эксперт в выборе качественного автомобиля.